Троекуровская женская обитель молитвенно отметила 160-летие представления своего небесного покровителя. Многие паломники и гости приехали почтить память преподобного Илариона Троекуровского затворника. Богослужение совершил митрополит Липицкий-Зедонский Никон в сослужении епископа Елецкого и Лебедянского Максима и духовенства митрополии. В 14 лет юноша Иларион принял твердое решение посвятить себя Богу. Троекурова святой трудился над созданием обустройством женской обители. Сегодня, как и при жизни, к Лебедянскому затворнику идут за советом, помощью и утешением. Когда со мной несколько лет назад случилось несчастье, у меня была очень тяжелая операция, и монастырь вымолил меня от смерти земной. И, наверное, Господь еще оставил мне эти дни, чтобы я ездила в обитель свою на послушание, помогала, молилась, потому что влияние преподобного Илариона на нашу... Это жемчужина Троекуровский монастырь, это жемчужина нашего Лебедянского района. Мы можем отметить, что да, действительно чудеса сейчас происходят. Были исцеления в серьезных болезнях, когда врачи диагностировали какие-то неисцельные болезни, но люди по молитвам Батюшки Илариона, когда они приходили с верой, исцелялись. Также были многие случаи, когда бесплодные женщины могли родить потом здоровых, нормальных детей. Традиционно в престольный праздник состоялся крестный ход, в котором приняли участие духовенство и паломники. Затем в Димитровском храме перед ракой с честными мощами преподобного Илариона был совершен молебен. Мы приезжаем сюда, к преподобному Илариону, для того, чтобы попросить его самое для нас главное в жизни – это спасение нашей души. Конечно, многие в мире живущие, они не думают о спасении души, они думают о спасении своего тела. Как бы прокормить, нагреть, одеть, обуть самого себя и своих чад. В этом году Троекуровский женский монастырь отметил 160-летие представления своего небесного покровителя. До революции в нем насчитывалось около 200 насельниц. Сегодня многие практически ничего не знают о лебедянском затворнике Иларионе. Мы надеемся, что со временем в эту обитель будут больше приезжать богомольцы. Павел Колобаев, Геннадий Никитин, телестудия «Свет миру» Липецкой епархии для православного телеканала «Союз».